Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 25 июля 2014 года. Начнем мы сегодня с вопросов, которые чаще всего встречался за всю неделю, когда посетители нашего сайта оставляли свои сообщения. Вас просят прокомментировать авиакатастрофу с малазийским Боингом. Да, это, естественно, ключевое событие мировой истории и во многом предопределяющее развитие этой мировой политики, мировой истории в будущем. И комментаторов уже достаточно много, по этому вопросу это действительно волнует всех. Что произошло, как произошло, много чего сказали, но я думаю, что есть серьезное основание к тому, чтобы сейчас поговорить о том, что ни один аналитик, ни один политик не рассматривал. Ну просто, я не встречал, сколько просмотрел и зарубежной прессы, и аналитики, сколько просмотрел отечественной, я не видел этого. А именно, вот сейчас все обратили внимание на то, что информационная кампания по сбитию малазийского самолета и направление ответственности за это сбитие на Россию, со всеми вытекающими отсюда последствиями, вдруг забуксовала, можно сказать, на пустом месте. И вот не получается, она рушится, прям вот на корню рушится. А что произошло? Почему вот стало возможным, что вот это так произошло? А дело вот в чем. Как это многим не покажется парадоксальным, понять срыв вот этой информационной кампании невозможно, если не рассмотреть внутриполитические и военные действия, собственно, в том образовании, которое называется Донецкая Народная Республика. И в первую очередь необходимо рассмотреть действия, которые осуществлял министр обороны Стрелков. Уже неоднократно говорили о том, что Стрелков вывел свое соединение из Славянска и тем самым нарушил очень много планов. Но по-настоящему, что реально сделал Стрелков, выведя свое соединение из Славянска, становится ясным только вот сейчас. Я не знаю, понимал ли Стрелков вот это или не понимал. Скорее всего, думаю, что нет. Он работал чисто по шестому приоритету, спасал соединение, спасал Донецкую Народную Республику в той мере, в какой он мог это сделать. Да, естественно, что при выводе его соединения не могло пройти все без сучка, без задоринки. И там, естественно, есть очень многие недовольные этим выводом, подчас справедливо. Но надо рассмотреть другой аспект. Итак, что на сегодняшний момент известно? На сегодняшний момент известно следующее. Что самолет сбит. Нам утверждают, что он был сбит, просто ЗРК БУК. Вот на этом стоит вся пропаганда киевской банды и Соединенных Штатов. Они вот просто уверены в том, что самолет был поражен ракетой БУК. Что следы этого поражения на обломках самолета будут найдены. И это очень важно. А теперь давайте посмотрим, что же реально-то произошло. Где нам говорят, что самолет был сбит? Говорят, что это было поражение ракетой. Немного северо-западнее Славянска. Вспоминаем, что нам требовали от Стрелкова. Чтобы он сидел в Славянске, а и про него говорили о том, что у него есть БУК. Вот он не может сбивать самолеты, которые для того, чтобы себя защитить, которые летают на таких высотах, да, военные. А вот гражданский самолет, он бы сбил. И людям бы объяснили, почему. Да потому что к этому времени соединение Стрелкова реально бы уже находилось на грани уничтожения. И пуск из района Славянск ракеты БУК для всего мира. Вот Соединенные Штаты бы просто предоставили доказательства. Пуска это ракеты. И всем бы сразу стало понятно. Вот они, коварные террористы. Вот они запустили ракету и сбили самолет. То, что в настоящее время там вот этого соединения Стрелкова нет. И не на кого повесить этот пуск. И объясняет, что не найден и инверсивный след ракеты. А она остается еще долго достаточно. И облако пыли. Почему? Да потому что ищут в тех местах, которые указаны пропагандой, где должна как бы стоять ракета. А они ищут в тех местах, где она реально могла быть применена. То есть, почему в Красноармейске появился ЗРК БУК украинской армии, у которой не хватало ракеты. И почему уже все больше и больше склоняются к тому, что был пуск украинской армии, ошибочный. И разными путями начинает такую информацию вбрасывать. Потому что реально могло произойти буквально следующее. Украинская армия, она очень боеготовая армия. 23 года она вообще ничему не училась. И надеется, что пуск единственной ракеты, и они сразу попадут полностью. Ну, это вообще, ребята, как бы вещь несколько фантастичная. Но, тем не менее, судя по всему, ракета взорвалась рядом с самолетом. А поскольку она его повредила, вот когда бы, если бы попала ракета в самолет, то, представляете, это 60 килограммов боевая часть, да почти полные баки горючего у самолета. Еще ему лететь большую часть пути. Это значит, мелкие осколки, разбросанные на десятки километров, да причем сразу горящие, падающие уже горящими. И это бы затрудняло вообще идентификацию в разы. А самолет-то упал компактненько. На ограниченной территории, 10 гектар там где-то получается, да? Все обломки крупные и несут, главное, следы оружия поражения. Вот, но если произошло поражение ракетой, и самолет остался, как бы, на крыле, он же, что делают пилоты? Они принимают меры к спасению самолета и тут же сообщают обо всем, что произошло. Так ведь? Так. А когда происходит разгерметизация, даже частичная, самолету набирать высоту, ну, никак не получается. Ну, нельзя этого делать. Соответственно, этому, даже если самолет увидит, что его атакует другой самолет, он может уходить только вниз. И вот здесь нам объяснение того, почему его сопровождал украинский самолет, именно штурмовик. Именно штурмовик. Штурмовики много летают в том районе. Появление штурмовика, оно объективно обусловлено, как бы. Они там постоянно бомбят ополченцев. И поэтому пришить штурмовик к самолету очень и очень, как бы, трудно при одном условии, если ты будешь контролировать расследование. Что произошло? Штурмовик отправили зачем? Ну, все прекрасно понимали. Может и промахнуться. Так штурмовик должен был добить. Он это и сделал. Вот ополченцы и просто люди, которые там живут, они сделали очень большое дело и наснимали очень много видео и много снимков. И из этих снимков уже энтузиасты начали сочленять этот самолет, как бы восстанавливать. И стало выясняться. Примерная картина заключается в следующем. После поражения ракетой самолет, который контролировал добитие, он сначала огнем из пушек расстрелял кабину летчиков, а потом пустил ракету. Может быть, работал не один самолет. Тут уже, ну, как бы, вообще тут детали следствия выявят. Это вообще, это как бы принципиальная картина. Она может меняться в той или иной степени, но она не изменится принципиально. То есть, примерно такая ситуация. Так вот, за время прохождения вот этого пути поражения над Славянском и падением в Торезе, это вот как раз то самое время, которое потребовалось самолету украинскому добить лайнер. И поэтому он пролетел еще дополнительное время за это время. Вот пока его добивали. Поэтому он упал туда. А поскольку его сбил самолет, он раскололся на крупные части, а все эти части несут следы применения, в первую очередь, самолета. И как нам утверждают, а мы должны теперь как бы этому верить, вот исходя из всего, что получаем информацию, и следы ракеты БУК. БУК. БУК.